Здравствуйте! Межрегиональный агрофорум День Сибирского поля продолжает свою работу на территории Алтайского края. Мы продолжаем говорить с экспертами. У нас в гостях сегодня Солошенко Владимир Андреевич, эксперт, ученый из Новосибирска. Добрый день! Вы уже второй день сегодня на форуме. Вчера был знакомительный день. Какие планы на сегодня? Уже успели ознакомиться с участниками? Мы не только ознакомились с участниками, но провели свою секцию, которая была посвящена вопросам развития животноводства, кормопроизводства, наращивания продуктивности, созданию пород, получению качественной продукции. Это тот вопрос, который многие годы не получал своего развития. Если всегда практически, как, насколько мы помним, после революции, но не все помнят, а кто жил тогда, то количество было всегда определяющим. Больше молока, больше хлеба, больше мяса. А его было постоянно недостаточно. То сейчас, казалось, вот этот этап, наконец, пройден. И, естественно, на повестку дня возник вопрос качества продукции, которые, в принципе, у нас в России почти не занимались. А это вопрос оказался очень важным. Я помню, когда начали внедряться промышленные технологии, особенно в откорме крупного рогатого скота, ряд крупных городов стал интересоваться. А не произведено ли это мясо на комплексе? Ну, называли Вороновский, Юматовский, это вот Питер, Москва. А ученые, ну, кто бывал в Камнировке в то время там, интересовались. А почему вы спрашиваете, откуда, где произведена эта продукция? А потому что, они говорят, оно похоже с виду на мясо, но запах, аромат от него никакой. И вот они первыми как раз и выбыли из истории вот эти направления, поскольку по энергозатратам были очень велики. Тогда же был век повальной механизации электрификации. А когда энергетика возросла в сотни раз, то, естественно, и продукция стала невыгодна. И вот первыми, кто сошел с арены, это вот были как раз комплексы по откорму крупного рогатого скота. Но и тем не менее, те предприятия, которые были по птицеводству, комплексы по свиноводству, они прошли два этапа. Они возникли, то была итальянская технология G&G, а затем также успешно были закончены. И вот вынуждены были разработчики принять все меры, чтобы улучшить качество продукции. Ну, естественно, и прийти на другие технологии, менее затратные. Но в какой-то мере это удалось, но не совсем, я бы сказал, потому что качество осталось нерешенным. И сейчас многие этим занимаются. Ну, я приведу пример. Вот в Германии, например, производя яйцо, есть у них термин «беговая курица». Я вначале думал, что это курица, которая бегает быстро на дистанции. Но оказалось, нет, это курица, которая выращивается при сочетании двух технологий – клетка и напольное содержание. Она посидела в клетке, снеслась, потом пошла, спустилась по трапику вниз, поклевала, порыла с земельки, нашла, что ей нужно, червячка и так далее. Так вот, это яйцо стоит чуть ли не в два раза дороже, чем яйцо от полученной курицы, выращенной в клетке. Так что вот эти направления, они ведущие, если наводство – та же проблема. Владимир Андреевич, вы заговорили о современных технологиях. Цифровизация сегодня, она активно внедряется в сельское хозяйство. Животноводство, она как-то коснулась или нет? Или только машиностроение затронуло? Ну, если серьезно, да, наверное, за этим будущее. Но сейчас, на данном этапе, идет однобокое развитие. Вот сейчас у нас что, через глонасс можно управлять трактором, но на земле в большинстве хозяйств работают сельки, которые надо кувалдой регулировать. Хотя они вот здесь присутствуют, конечно, эти сельки, есть, наверное, хорошие. Но я вижу, что большинство людей проходит восхищенно, раскрыв глаза, кое-кто даже рот раскрывает, но когда видят цену, рот закрывается. Поэтому уровень оснащенности и технической, и финансовой, он говорит о многом. И мне запомнилось, я, правда, не хотел его сдавать, но, тем не менее, в его словах была истина. Это директор КФК «Наука». Несколько лет назад была акция, когда принималась программа развития мясного скотоводства. И там для тех хозяев, которые занимались мясным скотоводством, гибридами, им безвозмездно выдали определенную сумму денег. И когда заявляли, какое количество скота у кого, кто приврал побольше, они получили побольше. Но дело даже не в этом, в какой сумме, а просто была оказана поддержка финансовая. И этот человек сказал, получив 30 миллионов, мы обновили технику, купили вот эти новые машины. У него сразу выросли, и стал соблюдать технологии, у него выросли показатели продуктивности. И он уже тогда начал говорить, я вам доклад на тему по селекции, он говорит, ну, надо менять уже параметры селекции. Мы их уже перешагнули. Вот что значит цифровизация, новая техника – это будущее. Но это лучше, когда это решается… Сколько лет потребуется, чтобы и животноводство на цифру тоже перешло, как и машиностроение? Потому что там активно… Сколько денег дадут. Сколько денег. Вот вы, я вам скажу, не забыли еще, наверное, то время, когда были ножки Буша на прилавках, лежали? Но, когда адекватные выделили средства под льготное кредитование, и сейчас птица лежит, я не скажу, что она, ну, лучше, допустим, но она здоровая, она не напичкана различными антибиотиками, ростовыми веществами. И сейчас россияне с удовольствием потребляют, они даже не вспоминают об этих ножках Буша, которые много лет употребляли. Вот это значит выделили адекватные деньги и создали адекватные условия. Но эти условия требуются не только для свиноводца. Вот сейчас говядина хорошая, ее нет практически. А у нас от Урала до Дальнего Востока огромнейшая территория, полупустая стоит. Там ничего не производится. И последние люди-то уже бегут оттуда. Так вот, если в оборот пустить для производства этой говядины шикарной, мраморной назовем, выделить туда соответствующие кредиты на льготных условиях, и здесь надежда есть, что это будет не молочная мегаферма огромная, а это будут небольшие компактные хозяйства, где лидирующей роль должен занять фермер. И вот такие семейные или фермерские хозяйства, они способны многократно увеличить производство этой мраморной говядины и накормить население вкуснейшим мясом. Да, заговорили о производстве. Вот я знаю, что у вас есть какие-то наработки в области безотходного производства. Расскажите об этом подробнее. Я знаю, что на площадках форума об этом тоже заходит речь. Да вы знаете, этих направлений, их множество. Казалось бы, куда ни взгляни, везде лежит возможность превратить эти продукции, эту продукцию отходную. Используйте эти возможности у нас. Я вам здесь просто пример приведу. Вот у меня есть знакомый директор, хороший организатор, Красноярский край, ООО «Солгонская». Многофункциональное хозяйство, большое поголовье скота. Они с моим товарищем покойным уже разработали технологию, холодный метод выращивания коров, телят. Вся замкнутая цепочка была на холодный метод рассчитана. Но вся территория, вокруг было хозяйство, очень много органики. Ну, то есть навоза. Я спрашиваю, Борис Владимирович, почему вы ее не вносите? А он говорит, а у меня нет таких денег. Чтобы выложить их, я должен нанять машины, КАМАЗы, должен разбрасывать, привлечь, вынести равномерно на поля этот перегной, допустим. А он даст отдачу, то есть когда он перегниет, когда перегнул гной, и с землей они, так сказать, войдут в необходимое соотношение, тогда пойдет и урожай повышения. Он говорит, я вложил, я три года должен ждать отдачу. Минералку проще. Я ее внес, дождик прошел, минералку хорошо сработает. Я получу отдачу. Вот в чем я говорю, а гумус. А он говорит, а гумус на мою жизнь хватит, а там... Да, тема действительно очень обширная. Подробнее на площадках форума еще на тему безотходного производства будет идти речь. Спасибо вам за беседу. А у нас в гостях был Владимир Андреевич Солошенко, ученый-эксперт из Новосибирской области.